Друзья, всем привет! Компания Бэтсейф на связи. Это шоу Балаболу. Мы продолжаем путешествие по эстонскому футболу. Сегодня мы приехали к команде Легион. Она выступает в первой лиге, рвет всех, мчится в высшую и набирает очень активные темпы развития. Поговорим с президентом, поговорим с тренерами, поговорим с детскими командами и сходим на матчи, посмотрим атмосферу. Да, и покажем вам обязательно молодежку. Атмосферный выпуск будет очень насыщенный, поэтому досмотрите его до конца. Погнали! Здравствуйте, ребята! Сергей Иван. Рассказывайте вообще, кем вы являетесь в клубе Легион? От истоков начну сразу, наверное, как все начиналось. В 1998 году, в прошлом веке, мы с моим товарищем с одним сели, скажем так, пообщались. Я ему говорю, что сейчас у меня в Санкт-Петербурге закончились дела, и я, в принципе, свободен. Но всегда было в планах, и было такое желание создать футбольный клуб. Футбольную команду сначала, и так далее, и так далее, попробовать себя в тренерской деятельности. Он говорит, давай попробуем. У нас есть команда в 45-й школе. И, скажем, с конца 1998 года мы создали футбольный клуб «Спартак». Вот там, видите? Ну, туда можно камеру. Да-да-да. Куда? ФК «Спартак-2000». Вот. Это вот наши две первые команды. Ага. И мы с этого, как бы, началась моя тренерская и организационная, и руководящая, и менеджерская, и вся футбольная моя деятельность. А можно спросить сразу, пока вы сейчас про «Спартак», рассказать, почему именно «Спартак»? Откуда это имя? Я в 90-х годах, мне очень нравилась система игры и стиль игры «Спартака» еще Олега Романцева. То есть, атакующий футбол, забегание, на стеночки. Это раз, это раз, да. Второе, я фанат, скажем, ну, фанат, наверное, громко сказано, но мне очень сильно нравилась древнеримская история. Мне нравились легионеры. Почему потом «Легион»? Сразу следующий вопрос. Мне нравились гладиаторы, которых возглавил особенность «Спартак». У меня мама была учительницей истории и обществоведения, а папа был учителем литературы и русского языка. Я рос в семье учителей, поэтому впитал в себя все эти моменты с детства. Это вот мы селись с Николаем вдвоем, и я предложил «Спартак», и мы назвали наш клуб «Спартак Талин». В 2002 году я решил, ну, тесновато мне стало, скажем, я стал развиваться все больше и больше. Николай больше себя на том числе на детском футболе, а я как раз решил развиваться в другую сторону. И в 2002 году, в конце года я открыл клуб «СК Легион» «Таллин» и стал двигаться дальше. Мы стали очень позитивно, очень грамотно и резко развиваться. И вот в 2006 году, четыре года прошло, мы с Юсим Кацевым присели поговорить здесь, в Таллинской футбольной школе, в которой Иван был футболистом. Каким Иван был футболистом? Иван был хороший футболист? Ну, он просто... Серега не знает, Серега еще не родился, когда Иван в порядке уже был, так что все нормально. В общем, возвращаясь к этому, в 2006 году у нас остался первый разговор с Юсим Кацевым. Мы вдвоем сели, подумали, и в 2007 году начали движение к объединению. И в 2007 году мы уже объединили клубы, и вот с этого момента, скажем, я основал Таллинский футбольный клуб «Легион». То есть можно сказать, что я основатель Таллинского футбольного клуба «Легион». Ну, как вам нравится, так и называйте там, я член в правлении, пишите в правлении был там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы приехали на матч «Легиона» против наших друзей. Исков Тлоярова. Сейчас посмотрим, кто в порядке, а кто нет. Да, ну, конечно, фаворит очевиден, но всегда бывают неожиданности. С сюрпризы мы посмотрим. Да, погнали. Так, какие люди, какие люди. Приветствуем. Привет, привет, как вам? Балаболов Таллинский. Как эпизод вам? Отлично, передача была супер, все понравилось. Йоу! Привет, привет, привет. Привет. Раз пришел, второго. Ты готов? Хеллоу, привет. Дорогей, очень приятно. Скажите, вот вы как бы всех в основном выигрываете, вам с вами интересно играть вообще? Или вы поскорее хотите уже выйти и забыть это для вас? Что вообще первая лига для вас? На лицензировании, когда мы проходили лицензирование, был вопрос о том, что если вдруг получится так, что какая-то из... Клубов вышек не лицензируется, будет вакансия, мы готовы, я говорю, да, мы готовы. Сейчас то, что мы выигрываем, ну, наверное, это результат просто, ну, во-первых, это селекционная работа, во-вторых, это желание игроков. Да, у вас состав просто сильнее, чем у других. Ну, не без этого. Но мы только две недели назад с Ливади играли с первым составом. У нас была товарищеская игра 8 июня. Мы проиграли, к сожалению, да, но если вы посмотрите на рисунок игры и вообще, как она шла, эта игра, от начала до конца. Ну, скажем так, знаете, как сейчас принято говорить, знаете, вот в сокерной читаешь, там говорят, сауна, да, сауны-то не было, там даже близко не было сауны. Но у них не было только лепмица, и он был со сборной, готовился к Ирландии, и рослих у него было, все остальные были. А как вы вообще оцениваете инфраструктуру в ВИМСе, здесь есть зал этот, Дуты, Висмари, да, поле одно и раздевалки эти, которые, в принципе, будем откровенны, они не особо отличаются от того, что... Ну, конечно, здесь, я вижу, здесь сделан ремонт, но особо-то они не отличаются от 15-летнего... Это инфраструктура, правильно, это, к сожалению, советского образца все, да. Мы ремонт, как ты видишь, сделали и раздевалок, всех кабинетов, поле поменяли, в зале сделали тоже ремонт, поменяли пол, лаком покрыли, все мы это делаем. Ну, это такой, я бы сказал, что-то среднее между капитальным и косметическим ремонтом такое. Сюда надо, если делать в современных, даже инфраструктуру 21 века, все нужно сравнять с землей и снова все выстраивать. Постоянно что-то делаем здесь, просто это не видно. Забор вот выстроим, там сделали, часть новый забор, сейчас вот там достраивается забор. Работаем, но у нас нет на сегодняшний день, мы с Денисом вдвоем все это тянем. У нас нет генерального спонсора, типа Кока-Колы или ИМТ, у нас нет. Мы ищем наших друзей, партнеров, которым помогают, сами какие-то деньги зарабатываем. И вот так живем, как можем, и ситуация такая, что на сегодняшний день живем хорошо. Как вы думаете, эти другие тарлинские команды не боятся, что вы подниметесь? Да вы знаете, я не думаю, что кто-то что-то боится. Я думаю, что здесь вопрос такой, мы очень громко прошли прошлый год, 35 побед, из которых 30 подряд. В этом сезоне мы добавили, понимаете, как мы в этом сезоне много игроков не добавили, мы добавили 4 игрока всего. Если команда играет, то она играет. Поэтому, мне кажется, мы и побеждаем, потому что мы, во-первых, хотим, мы знаем, куда идем, у нас была целенаправленная подготовка. Ну, тут много факторов, понимаете. В этот клуб вы и Денис Белов вкладываете свои деньги? И свои тоже, конечно. Окей. И свои тоже. Есть. Нет, но есть люди, которые... У меня есть много друзей, например. С кем мы, например, выросли вместе, они стали бизнесменами. Они всегда готовы помочь, чтобы автобусы платить детям, куда-то съездить. Такие моменты. Это небольшие вливания. У нас нет такого человека, который сказал, ребята, вот вам в год 100 тысяч евро, давайте, развивайте. И клубы тогда такого нет человека. Понимаете? Ну, вот мы, кстати, с Иваном обратили внимание, что у вас есть тренер по физподготовке, например. И вот это не свойственная история для команд... Для первого дивизиона. Для первого дивизиона, да. Что немножко легион возвышается в плане вот этой инфраструктуры над остальными командами. Значит, вы сейчас говорите, что у вас нет большого вливания, а вот наружу, как это выглядит, что вы на самом деле очень... Что вы круче всех в этом плане, да. Я вам расскажу. Мы, скажем, сейчас... Ну, в 2007 году мы начали этот клуб. У меня были до тот момент другие партнеры, которые со временем ушли. Олег Иванов, Владимир Иванов. Они помогли в свое время здесь. Но их время ушло. Со временем пришел сюда Денис Белов. Это был конец 2009-2010 год. Он сначала занимался детскими командами, по мере сил своим помогал. А потом мы приняли решение, с ним сели вместе, что мы не то что разделим, а мы так, чтобы наши усилия больше приносили пользы, он будет больше заниматься старшими командами всеми. А я буду заниматься командами у-19 и ниже, да, всеми малышами. И вот мы сейчас двигаемся в этом направлении. Клуб очень большой становится. У нас сейчас 18 команд в клубе. У нас есть в женских три команды. У нас команда женская в первой лиге. Вы не в курсе? В курсе, конечно. Она идет на втором месте, за дублем флоры. Команда в первой лиге у нас идет на первом месте. Команда во второй лиге на третьем месте. У-17 на первом, там и так далее, и так далее. Мы стараемся, чтобы наши воспитанники, вот сейчас можно, вот Деймов, Сорга, Гусин. Да, вот я как раз хотел обратить внимание на них. Они уже вышли в майках национальной сборной, в футболках, уже вышли на поле. Сейчас, сейчас в 2000, у-19, у-19 наши воспитанники, Дэвид Андро сыграет там, он сейчас живет в Испании. У-18 у нас два воспитанника. У-17 первая команда, пять воспитанников играет в нашего клуба. У-17 вторая команда, три воспитанника нашего клуба. Это воспитанник команды 2002-2003, вот которая лично последние семь лет руководила. Мы многократные чемпионы Эстонии, элитную лигу в прошлом году выигрывали и так далее. Мы работаем, наши задачи, мы видим, как, скажем, себя, как лидеры в детском южном эстонском футболе. Скажем, одни из лидеров, так будет правильно сказать. Что, здорово, пацаны. Здорово. Как дела? Идеально. Так, со всеми поздороваемся. Снимаем фильмец про эстонский футбол, и вы герои, прикиньте. У-1. Уже понял. Влажно, да? Тут видно, кто звезда, конечно. Кто звезда? Я, конечно. Да у него недавно травма. Травма чего? Спинный. Подскользнулся в магазине. Это реально то. Серьезно подскользнулся в магазине? Ага. В каком? В Риме, Максимус? В Сфор-директе. Киоски. Надо бы согласны, что он, типа, самый топовый чувак? Серьезно? Нет. Что за позиция у тебя? Вот сам центр. Я слышал, что вы вообще рулете всех, да? Ну да. Мы с ним центрально позвучим. Вот тот тоже там с краю. Да? А что такое огромное? Меня все спрашивают. Ты, типа, вообще, здесь, на контрасте. Ты просто выше всех, чувак. Да и по всех боях. Ты что ешь, ты? Посоветуй им, чтобы... А вот на этом, посоветуй. Ты уже не фаворит, здорово. Ты самый огромный. Кстати, вы в порядке входы? Да, да. Смотри, смотри, у меня как сосиска, а здесь в полном порядке. Ярмально. А вот хочу что-то сказать. Вот Тарина, снимите, пожалуйста. Ага. А таланта, кстати. А таланту мы обыграли тоже. Серьезно? Это... Я расскажу тоже в двух словах. Значит, от Эти Скап. Турнир в Литве. Вообще, видишься в 2017 году. У нас три раз пригласили туда. И Денис, какой-то турнир у меня спрашивал, Михаил, типа, где он удобно, может группам подобрать. Проходила одна команда из группы. Игру поставь на самую сильную. Самая сильная таланта. Да, они прошли. В 2016 году там выиграли турнир. Игру, хорошо, поставка таланта. Он говорит, ты понимаешь, что не вышедший с группы. Говорю, ну, время покажет. И мы первый раз приехали на АТ-СКап. И в первой же игре турнир обыграли 2-1 Аталанту. Офигеть. Удивили сразу. Но это именно основная команда Аталанта была... Это была основная команда в футбольной школе Аталанта. 8 тренеров, флаги, экипировка. Я отвечаю за это абсолютно. Все это вы здесь в интернете. Все это есть в Ютубе. Все это можно посмотреть. Наши игру с Аталантой в 2017 году. Тогда мы знали третье место на турнире. А в 2018 мы приехали в финале, обыграли Торино. Тоже основную академию. Люди плакали всей командой. Всей командой. Тренера плакали. Плакали игроки, плакали их родители. Родители было чуть-чуть 30 с флагами. Все было красиво. Вы заставили итальянцев плакать. Мы заставили итальянцев плакать. И он заставляет итальянцев плакать. Это отлично. И то же самое, я могу сказать, вся эта игра есть в Ютубе. Можете все посмотреть. Мы вместе с Андреем Шипалом, Азатом Зиязовым сели. За вечером перед игрой. Разработали замечательно. Вы же знаете итальянская тактика Катеначо? Да. Как мы сыграли в Катеначо против итальянцев. Мы закрылись. Я сделал 4 защитника. 3 опорных полузащитника. Один игрок играл под нападающими. Два центральных нападающих. Очень быстрых, очень сильных, индивидуальных. Каждый пас, которым отбирали мяч, мы тут же по земле посылали в центральную зону с подкруткой. Задача всей команды была. Это как Милан играл. Ну я не знаю, играл в Милан, но регион 5 мячей забил. А там Тарина, люди, я серьезно. Перед игрой они все смеялись на разминке, веселились. И к нам подошли, знаете, на поле, Вань. Поздоровались, побежали к скамейке. Со всеми поздоровались на скамейке и всех погладили по голове. Как Деви. Да, типа, вы не расстраивайтесь вообще. Я сказал, чтобы быть объективным, они нас реально держали, у нас наше половине. Мяч, я думаю, 80 на 20. Да, все, теперь начинаем. 5 из 5, погнали. Первый есть. 2 из 2. Дружище, отбивать будем. Проиграл. Это прям, можно фофен? Нет, щелбан обычный. Давай обычный щелбан. Точно? Да. А, нормально приложился. Один, разворачивайся. Один, разворачивайся. Смотри, какой я вспотевший, е-мое. Жесткая? Это вообще жесть. Не, нормально, в принципе, темп хороший. Как тебе сказать, если бы я тренировался, я бы был бы рад. Таким тренером, такому темпу, руководству, все такое. Ребята, я проиграл, я побежал, давайте. Мы сейчас очень долго поговорили уже про детский футбол, да? А какие у вас вообще отношения с футбольным союзом, как организации? Я являюсь сторонником футбольного союза вообще. Я считаю, что они молодцы, это абсолютно искренне. За те годы, как я в футболе, это 20 получается, 21 год получается, 22-й пошел, да? Наша инфраструктура футбольная всей страны, я имею в виду, очень развилась. Зачем вообще вам это надо? Вы могли бы спокойно поработать днем, поехать вечером, провести время с семьей и все. Да, и сразу встречный еще один вопрос вдогонку. Был ли момент, когда вы думали, зачем мне это все надо и лучше я уйду? Я же это делаю не только для себя. Я уже понимаю, что я стал ответственен за целый пласт людей, это уже поколение. Уже приводят воспитанники, например, 85-го года, 86-го, своих сыновей и дочерей к нам в клуб. И я понимаю, что Легион это уже не просто клуб футбольный, это как бы образ жизни у некоторых уже, понимаете? Очень много, Ваня, на самом деле, очень много вопросов нерешенных, которые, наверное, мы слишком много на себя взвалили тоже. Я вот иногда прихожу домой и понимаю, что, не знаю, родители, дети, тренера, это все на мне висит, по большому счету. Я реально такую большую работу веду, очень-очень серьезную. А многие этого люди не воспринимают и недопонимают. Например, родители какие-то придут в частные вопросы, говорю, пожалуйста, давайте с Теннилс сейчас решите, пожалуйста. Я директор клуба, выполняю такие функции сейчас, да. Поэтому вот этот момент тоже важен. Понимаете, что мы делаем, вообще моя позиция, чтобы люди понимали. Мы на самом деле, без громких слов, да, мы стараемся, чтобы, у меня четверо детей у самого, мы стараемся, чтобы дети наши спортом занимались. То, что происходит в мире сейчас, мы даже не пойдем в политику, туда вообще заблудимся там. Мы видим это все с нашими коллегами, с моими тренерами там и так далее. И мы на самом деле, одна из наших целей, это такая, просто помочь людям стать мужчинами, людьми достойными. Спорт делает и помогает людям, и юношам, и девушкам, на самом деле, развиваться. Это сто процентов, я по себе могу сказать. А вот с посещаемостью. Мы были на матче Легиона, да, и вы играете в Кадриорге. По сути, это такой немаленький стадион. И посещаемость, она немножко такая, несоответствующая амбиция, скорее всего. Об этом, об этом. Что вот с ней делать, и есть ли какие-то конкретные шаги, которые вы думаете предпринять, чтобы повысить посещаемость? Значит, мы их уже предпринимаем. В социальных сетях, в клубе. Ну, дело в том, что давайте начнем с того, что в Эстонии вообще люди, зрители, не очень как бы приветствуют в футбол и не очень много ходят. Вообще на спорт, наверное, нет. У нас, например, бесплатный вход на матчи, да. Если, например, высшую лигу надо платить какие-то деньги, наверное, 5 или 10 евро за, я не знаю, даже билет. Ну, 5, по-моему. У нас бесплатно можно прийти. Сейчас вот какие-то кеттеринги будем делать, там. Ну, а то есть у вас скоро можно вот пивасик купить уже? Ну, пивасик это громко сказать. Я бы только пивасик победил. Ну, а как летом, летом без пивасика футбол. А вот квас. Почему не квас, Иван? Ну, квас это для детей. Потому что я считаю, что мы правильно, хорошо и качественно работаем. И хочу донести это для людей. Приходите к нам. И, может быть, какие-то вот слухи, скажем, об излишней агрессивности наших футболистов. Это все. Приходите, посмотрите, попробуйте. Кто ваш любимый оппонент в лиге? В лиге любимый оппонент? А у меня они все одинаковые. Они все, по-своему, непредсказуемые. Может быть, вы с кем-то ждете игры конкретно? С кем-то, с какой-то командой? Ну, Флора, конечно. Потому что Флора, она не из-за того, что там наши игроки, не из-за того, что там дубль. А мы ждем, сколько они игроков опустят из высшей лиги. Легион через пять лет. Вот каким вы его видите? Где он? Что он добился в идеале? И что он из себя представляет? Я бы хотел его видеть одним из лидеров взрослого эстонского футбола. То есть, команду, входящую в пять топ премьер-лиги. Раз. Легион через пять лет. Более качественная и более отрегулируемая структура. То есть, мы бы хотели, у нас в планах есть, что-то подобие интерната сделать. Да, один из флагманов эстонского футбола, кем мы сейчас уже являемся в диско-юническом аспекте. Я думаю, что у нас пирамида правильно построена. Мы начали подниматься с фундамента, с детей. У нас есть по каждому году команда, которая играет либо в первую, либо во второй лиге эстонского футбола. Это, как бы, на сегодняшний день в Эстонии очень хорошо. Это и много, и мало. Не знаю, пять лет. Но у вас будет основная команда полностью профессионально или нет через пять лет? Как думаете? Это очень сложный вопрос. Не могу так ответить, да или нет. Но вы хотите, чтобы через пять лет она была? Мы хотим, чтобы в течение пяти лет мы стали чемпионом Эстонии по футболу в премьер-лиге. Я хочу сыграть. И я очень люблю кубковые матчи. Я хочу сыграть в финал кубка на Аликоке тоже за эти пять лет. Можете ли вы рассказать, как вы зацепили эту вот картинку? Это же вы, правильно? Это я на первенстве мира, да. На чемпионате какого года? 2014 год. 2014 год. А я не знаю, как меня сняло телевидение. Тут вы болеете за сборную России. Вот у меня флаг, смотрите, один здесь. Подстерся. Справа русский, слева эстонский был. У меня два флага. Потому что мы были с эстонскими парнями там вместе все. Так, а почему они стерли? Как получилось так, что... Потому что там очень жарко было. Плюс 30, наверное, была жара. Я был очень в ярости. И вы руками по щекам... Да, я руками по щекам провел, и два флага растерлись. И мне... Я сижу после игры, и мне посыпались смс-ы. Там, не знаю, ну, штуком 200. С Америки, с Германией, с Россией. Что вас показали. Он говорит, ты сидишь там на стадионе Куритиба. Это было на стадионе Куритиба, когда Россия сыграла с Алжиром 1-1 и вылетела из группы. Да. Я был в ярости. Я был в ярости, честно скажу. Часто вообще за Россию болеете? Я болею за Россию, но вот после этого матча охладел совсем красиво. Очень любят ярлыки развешивать в обществе. Там, вот, Россия, там, Истония, и т.д. Яко самополит вообще, по сути своей, по жизни. Поэтому все эти разделения. Я болел и болею в сборной России. И болел, и болею, и буду болеть в сборной Эстонии. В сборной моей страны там играют мои воспитанники. Воспитанники нашего клуба. Конечно, у меня в сердце две сборные страны. Двух стран. Потому что я русский, горжусь этим. Хорошо, если сборная Эстония с сборной России. А я вот так был в матче. Первый тайм был в сборную России, а в втором сборной России. Потому что сборная России приехала ерундой заниматься. Помните этот матч здесь, когда... 1-1 закончился. То ли еще был 2-1, когда Эстония не проиграли. Это был товарищ. И я называю тех и этих нашими. Я русский эстонец. Я себя позиционирую. Ну, в России мы друзьями называют эстонцем. Отлично. В Эстонии я зовут русским. Ну, нет проблем никакой. Вы эмоциональный тренер. Я об этом наслышан тоже. И вы сейчас об этом говорили. Есть ли такой поступок, который вы сделали на эмоциях? Относительно, может быть, игроков или тренеров. И пожалели об этом? И до сих пор, может быть, жалеете? Есть такие поступки, я об этом пожалел. Но не буду про них рассказывать. Да? Слишком жестко? Ну, не хочу. Доставалось, походу, кому-то. Погет посылали ли вы кого-нибудь на три буквы? Нет, конечно. Я не оскорбляю мужчину. Я называл нехорошими словами людей, это правда. Своих игроков. Сейчас могу, уважаемые игроки, перед всеми извиниться. Я это делал не потому, что вас не люблю и не уважаю. Потому что ситуация была такая, я думаю, что кому-то это помогло. Бывают перегибы, я как бы грешен. Бывали, сейчас я себя более научился лежать в руках. Всего лишь 21 год потребовалось. Я вам сказал, что когда пустите гол, я, по-моему, слишком откровенно с вами разговариваю. Да нет, все, по-моему... Все как раз-таки именно так, как вы хотели. Спасибо вам огромное. Это просто супер круто. Спасибо вам. Спасибо, что открылись. Аккуратнее. Чуть не упал. Серега чуть не упал. Настолько очарован клубом «Регион», что чуть не упал. Спасибо еще раз, что нашли время для нас, что открыли клуб, что дали, так сказать, столько инсайдов. Мы посетили раздевалку клуба, мы были на матче, мы были на тренировках. Мы посидели с вами, поговорили, короче. Да, и что можете сказать зрителям последнее вот прям? Ребята, болейте за наших, приходите болеть за «Легион». Мы растем, мы стараемся, мы вас вообще всех любим. И горожим каждым из вас, каждым. Спасибо вам огромное за то, что вы есть у нас. А это... Это был Балабол. Я тоже тут. Сергей Иван. Михаил. Ох, и Михаил тоже чуть не упал. Все мы чуть не падаем, потому что действительно был насыщенный выпуск. Очень жарко. Лайк, лайк обязательно. И пишите в комментариях, куда приехать еще. Спасибо еще раз. Скоро увидимся. Пока. Продолжение следует...